Спайсы и миксы, вещества от которых улетают, немногим удается вернуться из этого полета. Все встречи в рамках проекта «Маршрут безопасности» начинаются с жутких кадров последствия употребления наркотиков. Такими сейчас просто переполнен интернет, но молодые люди не прекращают пробовать в том числе печально известные спайсы. Задача таких встреч не просто напугать студентов, а найти в их лице партнеров. Тех, кто может своим друзьям и знакомым еще раз напомнить, спайс разрушает мозг на клеточном уровне. Хватает одного раза, а порой и всего нескольких затяжек, чтобы навсегда потерять человеческий облик. Очень радует то, что сейчас в наше время очень часто проводятся диалоги с молодежью и с подрастающим поколением. Я также часто общаюсь с детьми, да даже банальные разговоры с ребятами, с братьями, с сестрами очень важны для понимания того, что наркотики – это действительно зло, это смерть. Заместитель начальника краевой наркополиции предостерег студентов не только от соблазна попробовать наркотик, но и от жажды легких денег. Их предлагают так называемым закладчикам. На днях в Сочи задержали целую группу распространителей спайсов, которым за работу обещали неплохие деньги. Итог – теперь молодым людям, обычным не старше 25-ти, грозит до 20 лет лишения свободы. Такие встречи, они носят несколько иной характер, чем какие-то доклады, отчеты. Они проходят в более такой открытой обстановке. Студенты могут задать любые вопросы абсолютно. И, в общем-то, они должны быть интересны для студентов. Впрочем, большинство студентов, обучающихся в городских вузах Сочи, сегодня для себя выбирают здоровый и активный образ жизни, на который началась долгожданная мода. И задача маршрута безопасности – следовать этой моде должны начать еще больше молодых людей. Почему маршрут безопасности? Потому что мы говорим о проблеме, которая есть, но и говорим о тех выборах, которые сегодня для конкретно молодежи города Сочи есть в рамках наших молодежных проектов, молодежных программ, которые приняты и действуют в городе. В Сочи запланирована большая профилактическая работа по борьбе с курительными смесями. О губительных свойствах спайса в ближайшее время будут рассказывать во всех 23 профессиональных учебных заведениях курорта.